Сыр с плесенью Сыр с плесенью Специалисты различают несколько групп сыров с плесенью. К одной из них относятся сыры с голубой плесенью. Это ракфор, бледекоз, горгонзола. Во время приготовления сыра молоко створаживают, затем перемещают получившуюся массу в специальные формы и оставляют ее там до тех пор, пока сыворотка полностью не стечет. После этого в сыр добавляют грибок. Причем для каждого вида сыра существует свой особый штамм грибков. Головку сыра тщательно натирают солью, а через некоторое время головка протыкается специальными иглами. Цель такой процедуры – помочь грибку как можно быстрее проникнуть по всей площади сырной головки для образования благородной плесени. Другая группа сыров с плесенью насчитывает не так много видов сыров. Данный вид сыра с плесенью внешне представляет собой головку сыра, покрытую сверху, корочкой из белой плесени. К таким сырам относятся, например, камамбер и бри. В начале производства этого сыра тоже молоко створаживают, затем полученную массу солят и оставляют в подвалах, стены которых усыпаны особыми плесневелыми грибками. Именно в таком помещении сыры остаются до полного созревания. В производстве сыров с плесенью используют плесневые грибки – ближайшие родственники тех грибков, из которых был когда-то получен пенициллин. Именно поэтому употреблять сыры с плесенью рекомендуют в небольших количествах – приблизительно около 50 граммов в день, не больше. Но также следует и правильно сочетать их с другими продуктами. Например, идеальнее всего для сыра подойдут паровые овощи, или фрукты, или тоже белое вино. Большие же порции плесневого сыра могут привести к проблемам в работе кишечника, а также они могут стать причиной возникновения аллергии. Происходит это из-за того, что плесневые грибки сами по себе являются сильнейшими аллергенами, поэтому людям, склонным к аллергиям, стоит, может быть, отказаться от такого сыра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова